Вы знаете мою позицию. Белавия не имеет никакого отношения к так называемому инциденту, который там произошел. Компания, которая не сажала, не поднимала этот самолет, вообще никакого отношения не имеет. И это говорит о том, что Запад допустил крупнейший ляп, связав эту компанию с тем инцидентом. Я президента Путина попросил, чтобы нам полностью открыли Москву. Для чего? Для того, чтобы развести людей. У некоторых же людей билеты. Они взяли билеты с расчетом, что с Минска, к примеру, через Украину они полетят в Турцию, Эмираты, еще куда-то. Кто-то там в Испанию полетит. А оказалось, что пострадали невинные люди, но мы должны их поддержать. Но если не с Минска, то с Москвы они должны иметь право аэрофлотом или как-то там другими рейсами улететь туда. То есть развести людей. Москва это гигантский хаб, откуда наши люди могут полететь в другие страны. На курорты там и так далее. Но я бы попросил, пользуясь случаем белорусов, давайте покатаемся, поездим в этом году по Беларуси. Меня удручает тот факт, мы с тобой, Наталья Ивановна, обсуждали эту тему, что у нас белорусы не знают Беларусь, особенно молодежь. Они хорошо ориентируются в Эмиратах, в Черногории, еще где-то в Турции или Барселоне. А Беларусь не знают. А мест прекрасных предостаточно. Поэтому я бы попросил, все-таки не надо стремиться куда-то полететь с тремя-четырьмя пересадками. Но коль кто-то уж купил билеты или кто-то хочет, мы же запретить не можем. Мы договорились, что мы увеличим количество полетов в Питер. Дальше, учитывая, что у нас есть базы отдыха на Черном море в районе Сочи и Туапсе, я сразу попросил, чтобы Россия изучила вопрос перелета Белавия в Сочи и Краснодарский край и Казань. Еще несколько городов были обозначены. Должен сказать вам, что никакого отторжения, несмотря на пандемию, ковид, Россия очень опасается этого в негативном развитии, не дай бог, а страны Путина никакого отторжения не было. Поэтому в этом направлении надо продолжить работу. Нам главное дать работу нашим пилотам и задействовать те самолеты, которые мы с таким трудом в непростое время закупали. И я обещал, что Белавия, Роман Александрович, мы в беде не бросим. Эту компанию, чего бы нам не стоило, дело нашей чести, поддержать. По всем направлениям. Поэтому вы, министр иностранных дел, министр транспорта, надо сесть, организоваться и реализовать наши договоренности. Как можно раньше, чтобы коллектив в Белавии, ну почти две тысячи человек, они должны иметь работу и быть уверенными, что государство их не бросит. Они пострадали ни за что. Продолжение следует... Продолжение следует...